2 июля 2015 года в городе. Едем по Шечне, в сторону Грозного. И вот смотрите, какая дорога. Как будто бы мы едем где-то в Германии или в Австрии. Все загорожено, чисто. Там говорили, там такой порядок, которого у нас здесь нет. И мы заметили, что много раз проверяют. Ну, военная, скорее. Поговорили, покажи какая-то. И, как-то, они не так маленько ведут себя. Хотя явно что-то русские, видимо, набирают, что они соображают. Подошлись, грустили по-хорошему. Увидят, что верующий, я им поклонился. Он тоже поклонился мне головой и улыбнулся. То есть, можно было ожидать более строгие какие-то правила. Но мы видим, что как-то не так немного. И можно даже поставить пример. Я так думаю. Вот сейчас мы были в этом, на Зране. Там Ингушетия. Как одеваются. Как только переезжаешь в Ставропольский край. Мы несколько раз заезжали. Как будто бы в другую страну. Здесь в платьях ложь идут. Да мало того, в платье до самой земли. Одеты в платки двойные. Вот спрашиваются, почему священники этим не занимаются-то? Их прихожане ходят в одних трусах. И заваливаются в храм такие же. Ну, покажи туда еще дальше. Проверка очень часто. И мы не увидели ничего из-за другого, что-то. Так, ущемление прав наших людей. Вот он показывает. Почему не смотрят священники на Завете? Все оправдывают. Все семинарии Академии только для того, чтобы переводить в законе оправдать. Люди, которые здесь так одеваются, они не христиане. Но одно удовольствие посмотреть христианам даже на них-то. Ну, священники же бывают, картины смотрят. Ну, могли бы как-то в патриарх нажать, но ничего им не сделать. Потому что священники над людьми никакой власти не имеют. Совершенно. Так, в свидетелях. Накрывают, прощают, накрывают, прощают. Так я называю. Вот, корову послух. А где даже ограждения нет, коровы, овечки. Прям проезжать через них надо. Лежат на дороге прям местами. Да, прям на дороге. Ну, тут ограждение сплошное. Вот как в Европе. Даже нельзя съехать. Ну, ясное дело, что раз нельзя съехать, то и чисто. Свалки никакой нет. Я попросил тут одно остановиться сейчас. Нам с собакой сходить надо. Не тут-то было. Ну, и слава Богу. Мы молимся. Он не хотел президента называть, а глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Если Господь позволит, то мы лично хотели ему даже подарить Новый Завет. И для Слова Божия нет уст. И к истинному православию обучается взять книг. Ну, как Бог позволит. Посмотрим. Потому что мы везде заезжаем в национальные библиотеки, государственные. Там, в республиканские дарим книги. А тут навигатор даже не показывает. То ли ее нету, да быть того не может, чтобы библиотеки не было. Но это мы сегодня можем успеть еще. А уж за завтра мы пойдем на другие города. Там Аргунь посмотрели, какие. Ну, и к вечеру можно в Ставропольский край опять вернуться. Мы эту неделю в Ставропольском крае гуляем. Приходится много разговаривать о Горбачеве, Михаиле Сергеевиче. Потому что много нареканий в его адресах. А я говорю, он родился в свое время на своем посту. И это было намечено Богом сделать. И что ругаться-то? Вы помолитесь, чтобы он беспокаянным не умер. Нам встретилась женщина, говорит, по вине его жены, Раиса Максимовна, он там какой-то инвалид был. Ну, дело прошлое, простите, ты еще не вернешь. И что тут теперь толковать об этом? Главное, нам самим это не сделать, если это кажется очень плохим. Вот так. Я отошел там, повторяю, сейчас коробку строится. Вот так машины идут по-доброму.